так записи включили и давайте переходить к рассмотрению следующей нашей лекции сегодня у нас с вами лекция номер семь и в рамках этой лекции мы рассмотрим такие вопросы как java time api наследование и класс object вот повестка сегодняшнего дня кстати книжки давно вас не спрашивал как читаете успешно на ночь пять минут перед сном окей да особенно хорстман убаюкивающий так и поговорим с вами начнем разговаривать о джаеве time api смотрите в java 8 добавили пакет по работе для работы с времени то есть java 8 добавили пакет java time так java time пакет в этом пакете есть множество классов для работы с датой для работы с временем плюс там есть еще дополнительные пакеты которые содержат дополнительные классы для работы с с датой и временем. До этого в основном в Java с временем работали при помощи классов календарь, Григориан, календарь и Дейт. Вот три основных класса, которые раньше использовали для работы с датой. Они некоторые тяжелые, некоторые не очень функциональные. Класс дата, там все методы уже деприкейты, то есть не рекомендованы к использованию. В Java 8 добавили очень много классов именно для работы с датой и временем. Реализован любой почти функционал при помощи этих классов. Там есть класс год, класс месяц, класс день, какие-то дополнительные классы. Классов, то есть очень много тем, кому нужно плотно работать с временем, найдет там практически решение любой задачи. Есть таких три базовых, наверное, основных класса для работы с датой и временем. Это такие классы, как LocalDate, LocalTime, LocalDateTime. Хочу заобратить ваше внимание на то, что у этих классов нету публичных конструкторов. То есть вызвать NewLocalDate вы не сможете. Публичных конструкторов нет, конструкторы приватные. Но есть методы фабрики, есть статические методы, которые позволяют создавать объекты этих классов. Один из таких методов метод Now. Вот метод Now как раз создает объект одного из этих классов, хранящий время на момент создания этого объекта. То есть вы говорите, создали, оп, у вас время на сейчас. Ну давайте попробуем. То есть у нас сегодня с вами лекция 7. Удаляем предыдущий вариант. Создаем новый проект. Добавляем новый класс. По традиции АПП. Пакет UA. Орг. ОА. И мы с вами будем говорить сейчас о времени. Time. С Mainом Finish. Вот мы с вами создали метод Main. И давайте попробуем создать же наш объект времени. Как мы его будем создавать? Пишем LocalDateTime. Можем его назвать Позакрываем пока. Например, LocalDateTime. Ну, чтобы не писать длинных названий. А то там и так много всего будет еще. Равно new, как я сказал, уже нельзя. Поэтому вызываем LocalDateTime.new. Now. Sorry. Now. Причем можно создавать Now с указанием времени, с указанием зоны. Да. Если не указывается, берется текущая ваша зона для вашего компьютера. Создали. Можем его распечатать. LDT. Смотрим. О. 2016. 0.3. 0.3. Красиво. 18. 43. 49. 43. 0. Еще. Ну, миллисекунды. Странная форма записи, да? Это форма записи в соответствии с каким-то там ISO. Можем посмотреть. Даже, я думаю, где-то это будет здесь написано. Какое ISO используется. ISO 8601. Вот такой формат представления даты. То есть, вот так дата представляется в соответствии с стандартом ISO 8601. А? Ну, это пример просто. Вообще, это появилось в Java 8. Вот. Synth 1.8. То есть, появился этот класс в Java 8. Почему 12, не знаю. Ну, в 15-м году. Может быть, 12 его придумали, а в 15-м добавили. Не знаю. Окей. То есть, ISO понятно. Почему так печатается, понятно. Методов здесь много. Можем с вами посмотреть. То есть, и... Можем посмотреть время в различных временных зонах. Посмотреть, какой день недели, какой месяц, какой день месяца. То есть, ну, видите, методов тут очень много. Давайте посмотрим теперь основной функционал, который, как можно работать с датой. Ее можно форматировать. То есть, ну, вот такой формат вывода, наверное, как-то не всем привычный. То есть, наверное, на часах у вас не так. Ну, это какой-то стандарт хранения, наверное, больше для машин. То есть, чтобы машинам было удобно его парсить. То есть, читать. То есть, машина, которая встретит дату вот в таком формате текст. И она будет понятна, где что. И легко сможет это прочитать. Для человека формат не очень удобный. Поэтому есть возможность и форматировать вывод даты и времени. То есть, представлять строку в более удобно читабельном виде для человека. И для этого есть метод формат. Метод формат возвращает строковое представление даты. Причем у этого формата есть аргумент. Аргумент. Это объект класса DateFormator. Вот как класс, этот объект класса DateFormator, DateTimeFormator. И содержит информацию о том же, как показать дату. Давайте попробуем. С вами это дело реализовать. То есть, я говорю, я хочу получить строку. Формат тайм. Формат тайм. Для этого мне нужно на моем LDT вызвать метод формат. А этому методу формат мне нужно дать форматор. У меня пока такого объекта нету. Я говорю, ладно, нету, создай локальную переменную форматор. Он мне ее объявляет. Но мне же ее надо не просто объявить, мне ее надо еще проинициализировать. То есть, мне нужен объект DateTimeFormator. Понятно? Окей, давайте ее инициализировать. Но опять незадача. Нету публичных конструкторов. Но есть методы фабрики. И один из методов называется OfLocalizedDateTime Метод называется. Но тут еще один аргумент нужен. DateTimeStyle. Формат Style нужен. Но здесь уже проще. Здесь есть набор констант уже заданных. И я говорю формат Style И тут вот есть форматы Full, Long, Medium, Short. Ну, давайте возьмем Medium, попробуем. Что это такое? Форматор. Я ему должен дать формат представления даты. То есть, форматор говорит я умею форматировать дату. Скажи только как. Я говорю, вот этот объект тебе расскажет. А чтобы создать этот объект надо вызвать один из нескольких статических методов DateTime форматора. OfLocalizedDateTime этот метод делает форматор в соответствии с вашей локализацией. то есть, у каждой локализации есть ну, как правильно сказать рекомендации как представлять время. понятно, что такое локализация? Например, вы когда операционку ставите он у вас спрашивает какую локализацию использовать. И в зависимости от того какую локализацию вы используете у вас будут там единицы измерения там сантиметры инчи там или дюймы там и там я не знаю разделитель точка или точка или запятая да, у русских запятая у англичан точка там дата PMIM или 24 форматная то есть, это тоже как бы локалью задается что первое идет день недели или месяц у кого-то день недели первый в дате идет у кого-то месяц то есть, это все локалью задается как бы как в регионе принято локаль, который вы устанавливаете ну, как исторически сложилось и вот я говорю сделай мне форматор в соответствии с моей локализацией как в операционной системе написано должно быть зачем это нужно делать если вы пишете мультиязычное приложение какое-то ваше приложение могут поставить там в Украине могут поставить в Америке и соответственно если ваше приложение оперирует датами то в Америке надо показывать дату по американским стандартам да по американским локализациям а в Украине по украинским потому что вы будете людей путать 0303 понятно тут не запутаешься а 0304 фиг его знает это 4 марта или 3 апреля для кого-то это одно для кого-то другое да и вот что такое медиум у нас вот тут были несколько вариантов то есть full long medium short а это есть сокращенная форма записи полная форма записи данных но для моей локализации поддерживается по-моему только full и long medium и short не поддерживается или наоборот не помню давайте на full попробуем да full не поддерживается а ну и стрин же попробуем напечатать нашу строку формат это тайм мышка пропала full нету значит есть short ну ошибка была он сказал я не нашел такую формат для твоей о вот short пожалуйста дата время видите слегка отличается и более привычно если я скажу medium long long не будет ну в локале не определено просто ну вот видите уже чуть по-другому секунды появились и время 2016 то есть год полная форма записи понятно то есть это локализация в соответствии с локалью ну или представление с локалью а есть другой вариант скажите а что только так можно можно делать произвольный вариант отображения даты и времени то есть как хотите так и отображать все равно и здесь мы с вами формат отображения должны уже задавать при помощи так называемых шаблонов то есть мы пишем с вами шаблон при помощи специальных форматирующих символов как мы хотим лицезреть дату и здесь есть вот набор вот этих ключевых символов это не полный набор это просто сам наиболее часто используемый то есть если вы пишете буковку A значит надо писать A, M, P, M букву D это день месяца и большой день недели H часы 12 формат H 24 M месяц и минуты секунды года и в этом случае нам по-прежнему нужен наш форматор но теперь форматор мы будем создавать не of localized day а при помощи вызова метода фабрики of pattern то есть теперь я говорю окей это мы с вами посмотрели давайте создадим еще один форматор переинициализируем тот что у нас был только теперь будем его не of localized day а of pattern тоже сутру я говорю of pattern форматы time уже не должен объявление у меня она уже есть и выведу на экран причем смотрите of pattern может быть с двумя аргументами с одним паттерн паттерн в виде строки и второй это локаль можно локальнее писать давайте с вами попробуем пока без локали of pattern и сюда строчку напишем что мы хотим ну например я хочу увидеть день недели запускаю D большая D большая D большая по-моему E большая ok пишу E большая потом я хочу видеть день недели потом я хочу видеть месяц и хочу видеть год запускаю 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 ct 3 3 16 говорю а если вот так написать 3 t тяну ct давайте еще одну напишу просто не все комбинации везде поддерживаются чт сейчас еще одну напишу о четверг полный то была сокращенная форма сейчас полный я говорю день недели мне пожалуйста двумя символами пиши говорит хорошо будет 0 3 я говорю месяц двумя мне пожалуйста символами говорит хорошо будет 0 3 я говорю не четырьмя а словами хочу мар видите я говорю а если пополней говорит тогда март то есть количество этих букв еще определяет форму вывода то есть можно написать одну две три четыре но у некоторых форм ну как бы типов данных да есть не все четыре состояния то есть видели как мы с вами видели у дня недели только два короткая форма и полная а у например месяца все четыре одно число два числа короткая форма полная форма словесная ясно ясно хотя вот с Y как-то странно я хочу 16 вот 16 2 а если напишу 4 то будет 2016 я могу так форматировать причем не просто вот тут пробелы разделять я могу здесь еще какие-то символы вставлять ну например говорю хочу часы в 24 форматном виде представления хочу двоеточие и хочу минуты то есть вот пожалуйста вот это двоеточие это не спецсимвол это любой символ я могу это двоеточие поставить запятую точку то есть что хочу пробелов пять штук единственное что говорят если вы используете символы не спецсимволы а какие-то символы которые вы хотите непосредственно вставить вывод их надо брать в одинарные кавычки почему потому что в будущих редакциях вот этих методов в этот шаблон в качестве ключевых символов могут добавить те символы которые раньше ими не были а вы их использовали просто как ну как символы и например у меня вместо двоеточие появится какой-то другой символ то есть его интерпретируют а так я говорю двоеточие в одинарных кавычках все не читай это выведи как есть не надо попытаться понять что это понятно хорошо дальше локаль на что влияет локаль мы с вами написали шаблон а теперь давайте локальчик локальное пишем локаль можно создавать объекты то есть писать new локаль давать в качестве аргумента как это строковое представление локально для украины уа там для ру там us вот такое а можно воспользоваться вот у класса локали есть набор констант как бы самые распространенные часто используемые мировые локали да тут не все а только самые инглиш локаль английская локаль то есть теперь не теперь не четверг и не март да то есть теперь как это в англии то есть ну вот такие такие тонкости ясно дальше что еще здесь можно парсить строковое представление даты и времени в объект соответственно local date local time date или local time то есть мы берем строку хранящую время и парсим ее в объект но ограничение в чем эта строка должна быть в соответствии с тем ISO 8601 если вы дадите парсеру строку другого формата она ругнется и скажет я не понимаю что это такое например пробуем говорю выведи мне сразу мое форматированное время только парсить 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 надо вот будем local date time парсить я говорю local date time парс и сюда я должен дать текст чего парсить и вот у меня есть форматы time сюда даю и говорю распарси мне пожалуйста не могу распарсить потому что что то у тебя с форматом не то could not be parsed это индекс 0 то есть сходу уже парсить не может но как можно парсить вот такие произвольные форматы для этого парсеру в качестве второго аргумента нужно дать форматор что мы сейчас с вами и сделаем берем говорим форматор правда не всегда работает но частенько работает о видите из вот этого он получил уже свое стандартное объект получил объект и просто вывел вот так как выводил его единственное что у нас секунд нету поэтому он говорит ну не знаю секунд не указано было миллисекунд тоже не было если год убрать то ругаться будет за дата без года то есть вот это то есть дата месяц год время обязательные параметры для local date time секунды миллисекунды не обязательно то есть если уберу год сейчас увидите будет меня ругать нету года так не бывает так нельзя это минимально необходимый набор секунды миллисекунды не обязательно теперь работает вопрос вопросы по работе с датой и временем то как определено вашей локалью то есть если в вашей локали написано что день недели полностью пишется с маленькой буквы будет писать с маленькой а тюзды видели пишется с большой в английской локали написано написать с большой то есть это определяется чисто локалью вашей операционной системы или той которой вы указали непосредственно ну можно создавать какие-то заданные ну там надо время объект времени создавать есть есть там смотрите есть метод now local date time есть now а есть другие методы есть методы off вот видите off то есть вы говорите какой год какой месяц day of months время и минуты вы можете заказать явно и вы создадите объект вот конкретно этого времени которое вы указали то есть статический метод off создаст вам не на текущую на текущий момент а тот который вы укажете явно вручную вот видите много off apache second какой-то да эпохи какие-то off instant то есть то есть ну вариантов много понятно окей есть по этому вопросу ни у кого нету ну кто-то но 59 следующее 00 ну конечно ну как в любых часах ну это ж мы привыкли ложиться и вставать в один и тот же день а тут как бы четкий 00 00 следующая дата да то есть как там 23 59 59 потом 00 00 все нули и следующая дата хорошо переходим к наследованию общая концепция повторного использования кода и сначала поговорим об классификации то есть в большом количестве во многих науках отраслях знания часто используют всевозможные классификации а как вы думаете а зачем вот в биологии зачем там виды вот эти зачем их классифицировать эти животные классы какие-то а зачем кому а зачем кому ну а как вы думаете ну хорошо но это а зачем а зачем ну а зачем их к какому-то классу относить а зачем их связывать смотрите тут одна удобная вещь в чем например например вы нашли там какую-нибудь пушистое непонятное животное какое-то первый раз вы увидите блин что это такое непонятное но если вам скажут к какому виду он относится вам сразу многое становится понятно то есть классифицируют для того чтобы всеобщие характеристики животных собрать как бы под одним видом и потом сказать вот это например млекопитающее а раз это млекопитающее значит оно обязано обладать набором свойств и характеристик нам с этим работать потом проще то есть мы взяли кто это млекопитающее этого сюда это кто сумчатое этого сюда это кто птица так птицу выкинули да там ну как бы как то так то есть вы получаете доступ к информации только зная вид то есть что это там кто это там млекопитающее ага значит теплокровное дышит воздухом там ну и так дальше и тому подобное то есть вы сразу о нем много узнали вам не надо о каждом виде хранить информацию отдельно вы можете сказать это млекопитающее уже можно не писать что оно там дышит и просто как бы вы вот эту кучу информации записали заменили одним словом вот причем в программировании тоже есть похожие штуки и где это в программировании можно вот такую штуку наблюдать смотрите в программировании тоже многие классы обладают общим поведением какие животные да то есть млекопитающие дышат воздухом там теплокровные ну и классы у нас особенно классы которые описывают схожие предметы или однотипные предметы например у нас «Рубашка» у нас есть «Штаны» и «Это товар», и «Это товар» и соответственно большинство полей и большинство методов у них будут схожи а многие иметь definitive одинаковую реализацию. Ну, например, у нас будет ID. Что у шорта ID, что у траузиса ID. Интовое поле какое-то или лонговое поле. Будет прайс, что у шорта, что у траузиса. Будет сайз, будет колор, будет фит. То есть все поля. Соответственно, будут геттеры, будут сеттеры. Они будут один в один. Будет какой-то метод дисплей, который выводит информацию о товаре. То есть, грубо говоря, каркасы будут одинаковые, данными будут только не отличаться. Поэтому, если мы вот такие классы будем описывать все по отдельности или индивидуально, то у нас будет такой неприятный с вами момент, как дублирование кода. То есть, если я возьму шорт и траузис и сокс и опишу эти классы каждый по отдельности, то у меня здесь будет getID, здесь будет getID, здесь будет getID. Будет display, 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 getPrice, getSize, getColor, getFit. То есть, практически все методы дублируются. И реализация у них будет одинаковой. То есть, мы с вами сталкиваемся с таким неприятным явлением, как дублирование кода. Как вы думаете, что в этом плохого? дублирование это кода? А? Performance кого? Да оно не сильно падает. Performance разработчика падает. То есть, вам надо три раза написать одно и то же. хорошо. А если вам надо потом что-то поменять? В трех местах. А если вы забыли где? А класс у вас здоровый. И вам надо лазить по классу и сказать, блин, а где что-то дублируется-то? То есть, вы просто берете три класса и начинаете. Так, здесь я это поменял. А в этом есть это? Ага, есть. Так, тут надо. А здесь? Ага, здесь нету. И вот это вы как бы и выискиваете, где надо менять, где не надо. И где-то еще и пропустите. И у вас будет как бы оно работать непонятно. То есть, часть будет с новым функционалом, часть со старым. То есть, ошибок компиляции не будет. Будут как бы такие неправильные значения. То есть, будут ошибки в бизнес-логике. Что еще хуже? Ошибки компиляции вы сразу увидели. Где ошибка? Вам компилятор ткнул. Вы посмотрели, поняли, исправили. А тут оно все работает. Все классно. Все зелененькое. А не так, как надо. Вот. Вот это плохо. Поэтому дублирование кода это зло. От него надо избавляться. Всеми способами. И один из способов это как раз наследование. То есть, мы весь общий код как бы выносим в родительский класс. А потом все потомки этот общий код наследуют. То есть, мне не надо писать getID, display, getPrice, getSize, getHolor три раза. Я пишу это один раз в родительском классе. И все. А потом, когда я от closing наследует на наследую шорт, класс потомок наследует весь функционал и состояние родительского класса. В trousers наследует весь функционал и состояние родительского класса. Sox сделает то же самое. То есть, в closing мы выносим все общее, а в потомках оставляем все уникальное. То есть, то, что присуще только траузису. Все, что присуще только Sox. Понятно? Да. Можно? То есть, вот эта цепочка может быть бесконечно длинной. То есть, от носков полу-носки, от полу-носков напальчники, от напальчников, я не знаю, наушники, и так дальше. То есть, наследуем, да, но только это наследование должно быть логичным, да? То есть, нелогично кота наследовать от молотка. То есть, в общем, у них ничего нету. Понятно, да? То есть, как бы, технически это возможно, но логически это глупо. То есть, у кота появится деревянная ручка, потому что коту наследует функционал молотка. И котом можно будет забивать гвозди. Наоборот, если у наследовать, у вас молоток мяукать начнет. Ну, как бы, тут с точки зрения логики надо быть очень аккуратным, потому что компилятор не проверяет, логично вы ли вы делаете. вот. Ну, и использование наследования позволяет выстроить иерархию класса, определить общие уникальные характеристики, мы с вами сказали, повторно использовать общие для всех классов поля и методы. то есть мы с вами уходим от дублирования кода. Чуть-чуть теперь теории или терминов. Смотрите, класс, на основании которого создаются другие классы, называются суперклассом или родительским классом. Ну, это два самых распространенных термина суперкласс или родительский класс. Класс closing суперкласс для классов short, socks и trousers. Класс, который создается из другого класса, называется дочерним или под классом. Класс short, socks, trousers дочерний от класса closing. Один и тот же класс в один и тот же момент может быть и дочерним и родительским. Понятно, да? То есть есть ли иерархия из нескольких классов. По этой концепции есть вопросы? Общая теория наследования. А теперь как это реализуется в Java? Объявление суперкласса. Смотрите, суперкласс в общем случае это обычный Java класс. Но у него не должно быть модификатора final. Если вы класс объявляете с модификатором final, вы запрещаете его наследовать. То есть любой класс может быть родителем, но если вы к классу добавили модификатор final, он уже не может быть никому родителем. То есть public final class closing, если напишите, то его наследовать уже нельзя. Вы запретили его наследовать. Класс string, например, final, вы не сможете унаследовать класс string. компилятор вам этого не даст сделать. Дальше. Объявление подкласса. Подкласс это тоже обычный Java класс, но в котором при объявлении дополнительно указан родительский класс с использованием ключевого слова extends. Появилось новое ключевое слово. Ключевое слово extends. Смотрите, я пишу public class short как обычно, а потом пишу extends closing. То есть это значит, что short наследуется от closing. Причем в Java реализуется единичное наследование, родители может быть только один. Нельзя написать extends и через запятую наперечислять много родителей. Единичное наследование только один родитель. То есть вот такой синтаксис указания родителя под классу или родителя дочернему классу. Дальше на что хотелось обратить ваше внимание. Ключевое слово заиспомните? Зачем оно использовалось? И второй вариант. то есть здесь у нас была ссылка на текущий объект один вариант и еще один вариант использования здесь не но это мы уже про ссылку на объект рассказали там есть другая еще функция где здесь используется что при помощи зиса еще можно сделать? Да при помощи зиса можно вызвать другой конструктор текущего класса и в рамках наследования появляется еще одно ключевое слово с похожими наборами функций оно называется супер если зис указывал на текущий объект то супер указывает на родительский объект если зис вызывал конструктор текущего класса то супер вызывает конструктор родительского класса то есть я с использованием ключевого слова супер из своего конструктора могу явно вызвать конструктор родительского класса и через ключевое слово супер я могу обратиться к родителю то есть к объекту родительского класса нет непосредственно смотрите где это используется может это где-то есть давайте раз мы это начали говорить уже поговорим смотрите вызов конструктора супер класс при создании объекта дочернего класса в начале создаются все объекты родительского класса когда я говорю я хочу создать объект short так вот перед тем как создался объект short создадутся все объекты родительских классов только потом мой short поэтому вызов из конструктора потомка всегда вызывается конструктор родителя даже если вы это явно не указали то есть мы раньше с вами писали конструкторы и никаких родителей ниоткуда не вызывали правильно так вот если вы явно из своего конструктора не вызываете конструктор родительского класса вот эту инструкцию за вас дописывает компилятор и вызывается конструктор родителя по умолчанию то есть без аргументов с пустым телом но без аргументов просто пустое тело может и не быть без аргументов причем вызов конструктора супер класса всегда должно идти первым выражением конструкторе класса потомка то есть сначала создаются родительские объекты а лишь потом объекты потомков ну и при вызове конструктора супер класса должны указываться параметры в соответствии с его сигнатурой но давайте на это с вами и будем посмотреть вернемся назад и что-то создадим я думаю на что еще обратить внимание еще вот скажем что смотрите под класс наследует все поля и методы супер класса то есть класс потомок наследует все поля и методы родительского класса но напрямую мы можем обращаться к только тем у которых модификатор public или protected независимо от того в каком пакете находимся мы и родительский класс а также можем обращаться к полям и методам с модификатором package если мы с родительским классом находимся в одном пакете следующее наследованные поля и методы используются в дочернем классе напрямую обращаемся к ним по имени как будто бы это мои поля и мои методы под классе можно обновить но также в под классе можно объявлять новые поля и новые методы ну и то что в дочернем классе можно явно вызвать конструктор супер класса об этом мы с вами сказали то есть если так просуммировать много говорили класс потомок наследует все поля и методы родительского класса из конструкторов потомков классов потомков всегда вызываются конструкторы классов родителей поэтому при создании объекта класса потомка всегда сначала создаются объекты класса родителя потом уже объект класса потомка и И к полям родительским и к методам родительским мы обращаемся в соответствии с модификаторами доступа. То есть если я от родителя унаследовал публичное поле, я к нему напрямую обратиться не смогу. Если я от родителя унаследовал приватное поле, я к нему напрямую по имени обращаться не имею права. Оно моё, оно у меня есть, но мне к нему доступ закрыт. Ну так как у вас в квартире стоит сейф, а ключа у вас от него нет. Сейф есть, у вас ваш, но открыть его не можете. Но это вложенные классы, это ж не классы-наследники. Внутренний класс наследует родителя, не, он так не делает. Внутренний класс мы с вами будем учить на программинге, но это чуть-чуть другое. То есть это, то есть здесь у нас классы связаны наследованием, а там класс связан тем, что он находит, он принадлежит как поле другого, как это, как моё поле, то есть это мой внутренний класс, как бы мой такой собственный класс. Да, сейчас об этом поговорим, то есть в процессе. Создадём ещё один класс, назовём его appm с методом main, положим в пакет. ИНХЕРИТЕН СЛСЕ в конце. Вот так. ССЕ. Вот тут. Вот так. Ну, пусть так будет. То есть вот мы с вами создали класс appm. И давайте теперь ещё какую-нибудь иерархию с вами создадим. То есть что мы сделаем? Сделаем класс closing, например, одежда без метода main. Нажимаю finish. Вот у меня есть класс closing. И, например, я скажу, что любая одежда будет обладать private. private string name, private int price. Ну, вот есть. Имя и цена. Размер, например, необязателен. И мы сюда с вами добавляем getter и setter. И toString, например, ещё. Вот получили такую иерархию. А теперь говорим, а давайте-ка потомка делать. New class short. Причём я могу сразу указать, от кого он будет наследоваться. То есть вот здесь, видите, есть поле subclass. Могу сразу написать класс родителям. Это будет closing мой. Finish. Вот я создал класс short, который наследуется от класса closing. Теперь я могу создавать объекты типа closing, например. То есть, типа closing и типа short. Ну, closing понятно. Давайте short создадим. Я говорю short. My red short, наверное, вот так пишется. Да? И short через i. My red short, говорю, равно new short. Создал рубашку. Она пустая. Видите, ничего тут нет. Пусто. А теперь говорю, а давайте-ка мы посмотрим, что у тебя есть. Я говорю, точка. Смотрите. Get name, get price, set name, set price. Методы, пришедшие от класса closing. Я теперь могу это устанавливать. То есть, я говорю, my red short, точка, set name. Ну, red short, например. А если я попытаюсь распечатать. Как вы думаете, что будет? Работает. Red short, price 0. А closing почему написано? А closing почему написано? Что показывает? Вызывается метод родительского класса. То есть, я беру println. Он говорит, хорошо, еще печатаем объект. Чтобы напечатать объект, на нем сначала вызывается println, чтобы получить его строковое представление. То есть, вызывается toString, чтобы получить его строковое представление. Если вызывается toString, в short нет toString, а значит мы продолжаем искать toString где? В родителе, в closing. Вот, вот. А в нем написано, печатай closing. Он напечатал closing. Поля он видит, потому что он откуда из closing. И приватные методы, ну, приватные методы и приватные поля closing, метод closing абсолютно нормально с ними работает. Ясно? А вот если я здесь, в short, например, добавлю какое-то свое поле. Сайз. Я говорю private int size. Говорю, хочу toString. Свой. С сайзом. Давайте getter и setter еще добавим. Source generate getter setter для сайза. Окей. И говорю сюда source generate toString. Видите, только size. Родительские методы, родительские поля он не видит. Почему? Они приватные. Ну, как я могу это обойти? Я говорю, а давайте-ка мы еще inheritance методы попользуем. Такие как getName и getPrice. Они-то публичные. Они-то мне видны. А у них есть доступ к полям класса closing, потому что они сами из класса closing, эти методы. Даст нам? Наверное. Ну да, getter и setter, но тут хитрость в чем? Поля в шорте находятся. Поля принадлежат моему объекту short. Значение в шорте, но доступ к ним не получаю через методы родителя. Ну, сейчас посмотрим, может какую-то схемку с вами нарисуем, чтобы было понятнее. То есть вот short size. Ну, getName некрасиво. Пишу просто. Давайте равно оставим. Пишу name. И здесь оставляю getName, здесь говорю price. и вставляю getPrice. Если я теперь вызову... О! Теперь отрабатывает уже мой метод, потому что у меня теперь тоже есть свой toString. Что еще интересного? Давайте в closing конструктор добавим. Ну, как-то нет конструктора. Давайте сюда сейчас добавим конструктор. Source. Generate конструктор using fields. Окей. Супер уберем. GetR и SetR и тут поставим по старинке. Уже знаем зачем. GetName. Зачем SetName. SetName, SetPrice, все хорошо. А в шорте теперь ошибка. А почему? Я шорт не менял, в нем ошибка появилась. Как вы думаете, почему? Угу. 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 Ну и что, что у родителя есть конструктор? Что это меняет? Ошибка, смотрите в чем. Раньше. У меня вообще в шорте есть конструктор? Нет. Но, в принципе, он есть. Его создал с компилятор. Правильно? То есть я явно конструктор не объявлял. Но конструктор этот за меня создал компилятор. Какой создал компилятор конструктор? Конструктор компилятор создал следующий. То есть он написал паблик, шорт, вот так. На самом деле он еще не совсем так написал, он еще написал вот так. Пустой конструктор из которого вызывается пустой конструктор родителя. Ну, под пустым я понимаю, что нет аргументов. И такой конструктор у родителя был. Был конструктор без аргументов у родителя. Почему? Потому что там вообще никакого конструктора не было, и туда этот конструктор без аргументов добавил компилятор. Когда я в closing добавил свой конструктор, то конструктор без аргументов перестал создаваться. А я его из шорта продолжаю вызывать, а его уже нету. Поэтому ошибка, потому что я из шорта вызываю конструктор, которого уже нету. Как решить проблему? Раз, второй вариант. Здесь, ну не название, а что? Аргументы. То есть два варианта. Либо в closing добавляем пустой, либо в шорте вызываем какой-то конкретный конструктор, родительского класса. Можно попросить быстро. Компилятор мне помочь. То есть у шорта должен быть конструктор, из которого вызывается конструктор родителя с двумя аргументами. первый стринговый, второй интовый. Ну он price int подписал. Единственное, что мне сюда еще, наверное, надо size. Ну этот size. Причем вот этот супер всегда должен быть первым. То есть я говорю, давайте перед ним напишем set. set size. Видите, сразу ошибка. Вызов конструктора всегда должно быть первой инструкцией. Нельзя его вызывать второй, третий и так дальше. Поэтому эту штуку мы отсюда убираем, ставим ее вот сюда. Понятно? Теперь все хорошо. Теперь тут ругается. А тут что не так? Да. Надо сюда написать size 25. Имя. Удалить. А здесь еще и price в конце. Дешевая рубашка. Да. Теперь вызываем. Пожалуйста. Все получилось. Понятно это? Теперь единственное, что я еще тут хотел вам показать. Ну, два конструктора. Ну, вызывать будем один, например. Ну да. Второй не будет участвовать при создании объекта родителя. Хотя бы один, а? То каждый конструктор шорта будет вызывать конструктор клоузинга, например. Ну, а теперь давайте вот только чтобы вот этот момент закрепить. То есть мы с вами тут внутри создадим такую искусственную иерархию. и посмотрим, как оно все работает. Есть класс A. Есть класс B, который extends A. И есть класс C, который extends класс B. О. Теперь я... помните пример с полями? И порядок инициализации полей. Давайте сюда вставим. Теперь у нас три класса. У нас с вами будет еще один класс. Field. Поле. Подписывайтесь. При его инициализации будет вызываться конструктор field. Здесь будет string message, который распечатается в конструкторе. Схема понятна. Теперь у нас здесь будут поля. Например, public field node static fill 1 равняется new field и название поля. Потом у нас будет static field 1 У нас будут блоки инициализации. Ну это конструктор. И вот опять поля. Причем так будет у каждого. Ну да. Здесь будет конструктор B. А, ну и конструкторы. Давайте. Not static field 1. Ну везде A будут еще. Ну тут название не важно. Нет. Давайте напишем. Чтобы они отличались. Так. Теперь это будет B. А мы еще обычный блок инициализации не добавили с вами. Статик не напишем. Просто init блок B. Неважно в каком месте он будет. B. 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 C. 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 Конструктор C. Все поправили. и давайте тут в конструктора b2 будет один будет шинтовым аргументом каким-то int i а отсюда и он будет вызываться здесь вот отсюда явно передавать сюда пятерку будем ну и тут наверно надо будет сделать вот так здесь так ну чтоб они как-то отличались как раз так а теперь вопрос а если создать объект cc равно не ю ца шо выведена то будет чего они где не объявили ну что но не ругается смотрите как будет сначала но если сказали сначала создаются объекты родительских классов значит сначала загрузятся все статики класса а потом все статики класса b потом все статики класса c потом создадится объект а объект b и потом только объекция. Давайте проверим. Вот наш вывод влез. Вот, смотрите, static field A, static init block A, static field A2, потом вот, static A, B, 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 static B, C, 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 static C, потом not static field A1, init block A, A, конструктор A. Вот создался A объект. Вот, field B1, B, not static field B. Смотрите, конструктор B int E, а потом конструктор B обычный. Почему так? Такой приоритет. У конструкторов нет приоритетов. Тут жестко кто кого вызывает. Ладно, сейчас посмотрим. А потом C, C, C. Видите? Почему вот это? Почему здесь был конструктор B? С аргументом, а потом B без аргумента. Как оно работает? Я из конструктора C, вызываю какой конструктор? Просто B. Потому что я в конструкторе C явно никакого конструктора не вызывал. Значит, компилятор добавил вызов конструктора без аргументов родительского класса. C без аргументов, B без аргументов. Конструктор B из аргументов своей первой конструкции вызывает кого? В любом конструкторе первая инструкция это вызов либо своего же конструктора, либо конструктора родительского класса. Всегда. Причем одновременно они быть не могут. Нельзя из одного конструктора вызвать и то, и другое. Почему? Потому что свой конструктор вызывается здесь, вызывается здесь, сам родительский вызывается супером. И одна и вторая инструкция должна быть первой. Две инструкции одновременно первыми не могут быть. Поэтому они взаимоисключающие. Либо одна, либо вторая. Из B я вызвал B синтом. B синтом вызвал кого? Конструктор A. Это вызовы идут. Я вызов, 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 вызов. После вызова теперь начинается работа. Конструктор A начал работать и напечатал вот эту штуку. Ну, подгрузились поля, да, и отработал конструктор. Потом подгрузились поля B, и конструктор A вернул управление туда, откуда его вызвали. Вот сюда. И как раз напечаталась вот эта надпись. Этот конструктор отработал и вернул управление туда, откуда его вызвали. Его вызвали отсюда. Потом подгрузились эти поля, и этот конструктор вернул управление туда, откуда его вызвали. То бишь вот сюда. И напечаталась вот эта фраза. Статики грузятся, когда грузятся классы в память. То есть я говорю, хочу создать объект класса C. Он говорит, объект класса C, подожди. У объекта класса C родитель B. Мы не можем создавать объекты C, если у нас нету B. А, B есть? Окей, B есть, нашли. А что надо, чтобы B было? А, A надо. О, A нашли, A есть. А что, A надо? Object, да, Object у нас уже есть. Теперь давайте их в обратном порядке грузить. Потому что смысла грузить C в память нету, если мы не можем загрузить B. Смысл грузить B в память, если нету A. Но работать не будет. Поэтому мы грузим в обратном порядке. То есть когда я говорю, окей, Object есть, хорошо. Теперь A загрузил, окей. Загрузилась. Давайте B грузить. B загрузилась, окей. Давайте грузить C. C загрузилась, окей. Все, все загрузилось. Давайте создавать объекты теперь. То есть вызываем снизу, а работаем сверху. Сначала все загрузили, потом все проинициализировали. Сверху вниз. Ясно? И как это все создается в памяти? Давайте, может, сделаем перерыв, потом будем рисовать. Потом мы сейчас зарисуемся. Давайте 5 минут перерыв, а потом будем рисовать наши картины. Ладно, поехали дальше. Мы с вами сказали, что сейчас будем рисовать картинку. Давайте. Давайте еще, знаете, посмотрим, когда класс field загрузился. Ну, как можно, очень просто. Сделать static init. Он загрузился. Загрузился должен быть еще раньше, чем все остальные. Видите? Вообще, самый первый загрузился. Получается, как это все работает? Paint бы найти. Опять возвращаемся с вами к нашим моделям памяти. То есть, уже как бы будем рисовать непосредственно участки памяти. У нас будет... У нас их много же. У нас будет жесткий диск. Потом это у нас будет оперативка. Оперативка, в свою очередь, делится еще на три части. То есть, вот так выглядит память, с которой мы с вами можем работать. Это у нас будет стэк. Это у нас будет хип. Это у нас будет мета-спейс. Это у нас будет жесткий диск. Смотрите, когда я вот здесь пишу cc равно new c. Все пусто. Мне надо создать объект класса c. Чтобы создать объект класса c, я говорю, мне надо его загрузить. Чтобы загрузить c, мне нужно загрузить b. Потому что b это родитель c. Чтобы загрузить b, мне нужно и загрузить еще a. a это родитель b. А в a есть поля типа field. Поэтому самым первым мне надо загрузить field, потом загрузить a, потом загрузить b, потом загрузить c, и потом только начинать создавать объекты. Отсутствие любого из этих классов объект мне уже создать не позволит. Поэтому здесь наш DD, наш класс loader ищет field.class, потом он ищет A.class, потом он ищет B.class, потом он ищет C.class. И все это грузит. И получается у нас вот тут в мета-спейсе появляется field, появляется A, появляется B, появляется C. Это будет field, это будет A. И будет B. Это будет C. И когда я начинаю создавать объект, вот тут, то в начале создается объект класса A. То есть, я говорю, создаем объект класса A. Брест создал. То есть, вот из этого класса, мы же с вами говорим, сначала создается объект класса A. Мы видели, что проинициализировались его поля, да? Вызвался его конструктор, блоки инициализации его отработали. Помните? Теперь, говорим, надо теперь создавать B. B создается как бы поверх A. Я говорю, а теперь надо создать C. А C создается поверх B. И получается, что мой объект C внутри себя содержит и объект A, и объект B, и объект C. То есть, мой объект C это как матрешка, которая создает из A, из B, из C. То есть, C по факту. Это объект, который является и типом A, и типом B, и типом C. Во время наследования мы с вами наследуем методы, поля и тип мы наследуем. Конструкторы не наследуются. То есть, C, когда наследуется от B, он наследует методы, поля и тип. То есть, грубо говоря, A отдала B все свои поля и все свои методы и тип свой отдала. Теперь B является и A тоже. А B отдала все, что у нее было, C, своему потомку. То есть, C через B получил все, что есть у A. Мы можем объявить ссылочную переменную типа A и проинициализировать ее объектом C и B. Да. И получается, что вот здесь у меня два поля. Да? Ну, там поле... Давайте я... Там было у нас static... Not static field A1. Помните? Ну, так много я не напишу. То есть, напишу A1. И вот тут A2. Здесь тоже два поля. Здесь у нас B1. B1, а здесь B2. И здесь у нас еще плюс два поля. Это C1 и C2. Причем, видите, вот эти границы. То есть, вот у нас объект C, в нем объект B. Видите, он как бы в границе. И объект A, он тоже в границе. Так вот эта граница, как бы контролируется модификаторами доступа. То есть, если у меня B приватная, то из C я в B2 я обратиться не смогу, если оно приватное. То есть, пройти вот эту границу, пройти вот эту границу, вот так, можно только, если здесь у нас модификаторы доступа, которые это разрешают. Если B2 private, я так сделать не смогу. Я не смогу из C полезть в B объект. Это часть меня. Но модификаторы доступа никто не отменял. Ну как, мы из шорта в клоузинг, к полям клоузинга не можем напрямую полезть. Хотя схема та же. Давайте ее нарисуем. То есть, был пример. У меня был шорт, да? То есть, был клоузинг, а на базе клоузинга был создан шорт. Здесь было два поля. Было поле... Что там? Name, да? Name был. И было... Чего там еще? Price. А здесь было одно поле, и оно называлось Size. Так вот, вот этот Name и Price, они private. И мы можно сказать, что вот эту штуку берем вот в такую красную. Нельзя сюда обращаться. Оно private. Мы сюда можем обратиться только через те методы, которые внутри класса клоузинг. Напрямую методами... С методами шорта мы сюда лазить не можем. Хотя это моя часть. Эти методы принадлежат моему объекту. Но инкапсуляция не позволяет мне вот нарушать ее принципы. Понятно, как оно в памяти сидит там. Ну и соответственно, у меня вот здесь много объектов типа B. Вот объект, вот объект. То есть, не B, а типа Field. Все это ссылается сюда. Вот это сюда. Понятно, эта схема, да? Вот это сюда. Сюда. Ну и так дальше. С C та же история. Как-то так оно в памяти живет. То есть, объект, он как матрешка. Включает в себя объекты всех своих родителей. Если я буду создавать второй объект типа C, он будет идентичный по структуре. Значения могут быть разные. Ссылок в данном случае. Но структура будет, он место будет занимать столько же. То есть, вот точно такая же штука. Только объектики вот эти, на которые ссылки идут, будут другими. То есть, все объекты класса C занимают один и тот же объем памяти. По структуре они одинаковые. Отличаются только состоянием. То есть, значением ссылок на свои поля. Как-то так. Вот это понятно, это важно. То есть, в принципе, это надо понимать. Но методы все живут здесь. Вот тут. То, что я наследуюсь, это не значит, что в C скопируются методы из B. Нет, просто мы как бы можем пользоваться методами B, потому что я потомок этого класса. Хорошо. С этим разобрались? С этим тоже вроде. Поехали с вами дальше. В дочернем классе можно создать поле с таким же именем, как и в родительском классе. Это называется сокрытием или на английском hiding. И делать не рекомендуется. То есть, что это значит? Это значит, что, например, в классе A я могу объявить поле I. Я могу написать int i равно 5. И то же самое я могу сделать в классе B. Тоже написать int i равно 10, например. И в C можно написать int i равно 15. Это не значит, что у меня класс C затрет i из B, а i из B затрет i из A. Это значит, что у меня вот здесь появляется поле I, вот здесь появляется поле I, и вот здесь появляется поле I. Это значит, что в моем объекте 3 поля I. И все они имеют разные значения. Час. То есть, у меня объект класса C, у которого 3i. Внутри объекта 3i с разными значениями. Вот. Что делать? Что будет, если я попытаюсь это напечатать? То есть, я говорю, system.out.println и c.i. Ну, напечатает это то, что в классе C. 15. Ну, то, что как бы больше всего соответствует типу. Но я могу обратиться и к другим C. Как это делать? Я могу C привести к B. То есть, я скажу, давайте вот эту ссылочную переменную. Сделаем ей приведение к B. Теперь I10. Это тот же объект. Приведение объекта никак не меняет. Мы об этом поговорим с вами чуть позже. Сегодня. Просто я как бы этот объект рассматриваю как другой тип. Ну, если, пример, у вас есть рубашка. У рубашки много типов. Вы привыкли, это рубашка, да? Рубашка. На самом деле, ваша рубашка это и одежда. Это ж одежда. Тип одежды. У рубашки есть тип одежды. Она обладает свойствами одежды. У рубашки есть тип изделия из материала, например. У него там есть, я не знаю, какое-то там пошитое изделие, да? И можно просто сказать, это предмет. Ну, в принципе, рубашки можно придумать очень много типов. И один и тот же предмет рубашка я могу рассматривать как разные типы. То есть, я могу сказать, давайте с этим предметом работать как с рубашкой. Или давайте с этим изделием работать как с одеждой. То есть, в принципе, мы, когда говорим, давайте скажем, что это не рубашка, а одежда, мы слегка сужаем ее тип. То есть, одежда более узкое понятие, ну, более узкое с точки зрения функциональности, я имею в виду. Оно более широкое с точки зрения, как бы, логики, да? Оно более узкое с точки зрения набора методов и набора типов, ну, и наборов состояний. То есть, чем выше тип, тем он уже, тем он более общий. Чем он более общий, тем у него меньше полей и методов. Чем более конкретный предмет, тем у него функционал расширяется и состояние, или набор характеристик увеличивается. То есть, не у любой одежды есть пуговицы, да? У рубашки они есть. Да, там. Не у всех одежды есть рукава, а у рубашки они есть. То есть, соответственно, состояние у него больше может быть. Да. Да. Возможно, смотрите. Вот это как раз в каком контексте я рассматриваю этот объект. То есть, контекст рассмотрения, вот то, что я говорю. Если я этот предмет рассматриваю как рубашку, я использую и из рубашки. Если я эту же рубашку, ничего с ней говорю. Давайте на нее посмотрим, как на одежду. Берется и из одежды. То есть, какое поле использовать определяется, в каком контексте в данный момент я рассматриваю этот объект. Если я на объект смотрю как на рубашку и из рубашки. Если как на одежду и из одежды. И они могут иметь разные значения. То есть, один и тот же предмет обладает разными значениями одного и того же грубо говоря. Ну, поле с одним и тем же именем, в зависимости от того, как мы на него смотрим. В некоторых случаях это звучит глупо. Например, эта рубашка, если рубашка синяя, если одежда зеленая. Ну, с точки зрения синтаксиса это можно сделать. То есть, одежда это синяя, а рубашка это красная. Хотя предмет один и тот же. Например, если это сделать цену, ну, может быть более логичным. То есть, цена одежды ниже, чем цена рубашки. Хотя рубашка одна и та же. Ну, в принципе, это может быть для рубашки глупо. Но для золотых изделий это может быть и не глупо. Золотое изделие в изделии и на лом это разные цены. Ну, как вариант. То есть, один и тот же. Ну, золотую цепочку можно посмотреть как на кусок золота и на вес ее продать. А можно посмотреть как изделие продать его на вес. вес изделия и вес золота они отличаются по стоимости то есть это как бы вот можно найти применение одного и того но хайдингам хайдинг не рекомендуют использовать потому что у нас у нас это может сильно где то запутать но это может просто поломать какую нибудь логику не знаю у нас одно и то же поле имеет два значения зачастую это неправильно поэтому она вот так работает но пользоваться этим не рекомендует ну мы просто с вами можем одним и тем зачастую очень часто одним и тем же объектом оперируют с разных сторон то есть одно и то же используют или как одежда и как рубашка и постоянно то одежда то рубашка то одежда то рубашка то есть у вас стиральная машинка стирает одежду вы берете рубашку и кидаете ее тут как одежду но гладит у вас утюг рубашки берете рубашку и стиральной машинке вроде достали одежду раз при переобразовали в рубашку и погладили рубашку постоянно идет приведение типов а если во время приведения типов у вас меняется состояние как бы рубашки но это неправильно тона сильнее красное синяя красная ну это плохо следующее в дочернем классе можно создать поле с таким же это было в дочернем классе можно создать метод экземпляра класса instance method то есть не статический такой же сигнатурой возвращаемым типом как и в родительском методе это называется перекрытием переопределением метода на английском оверрайдинг мне больше нравится переопределение термин ну или оверрайдинг это на английском термин что это значит ту стринг явный пример вы можете переопределять родительские методы то есть давать им свою реализацию на времени им давать свою реализацию а у себя делать такой же метод но с другой реализации это не значит что вы затерли родительский присвоили ему какое-то другое значение нет вы сказали у меня будет такой же метод но с другой реализации. И как это происходит? Давайте картинка. Вызывается всегда самый низлежащий метод. То есть если я говорю на объекте c вызвать метод toString, то поиск реализации метода toString начнется с класса c и вызовется первый какой найдется. ToString есть, нету, есть, нету, есть, о вызове. То есть у меня может быть и здесь toString, и здесь toString, и здесь toString. Три toString. Вызовется тот, который лежит ниже всего. Точнее можно сказать, что поиск реализации метода начинается с класса типа объекта. То есть если я на объекте closing вызвал метод toString, то искать реализацию начну с метода с класса closing. Если я на объекте b вызову toString, то искать реализацию toString я начну с b и буду двигаться вверх, пока не найду. Это работает только с overriding. Как вы поняли, с hiding это не работает. Мы к этому вернемся еще когда будем приведение типов рассматривать. Там еще может быть чуть-чуть понятней будет. Также в дочернем классе можно создать статический метод с такой же сигнатурой возвращаемым типом, как и в родительском методом. Это опять же называется сокрытием или hiding. То есть если вы объявляете такой же статический метод, как есть у родителя, это не overriding, это hiding. И принцип такой же, как с полями. Вызывается по типу ссылочной переменной. Какого типа ссылочной переменной такая реализация метода и вызывается. Какой объект там лежал, неважно. То есть яркий пример в каком. Если у меня ссылочная переменная типа а, а объект типа c, метод вызовется из c, полиэстетический метод вызовутся из а. То есть можно сказать так, что реализация нестатических методов начинается искаться, начиная с типа объекта. Реализация нестатических методов полей значения и значения статических полей начинается искаться, начиная с типа ссылочной переменной. Как вы уже поняли, тип ссылочной переменной и тип объекта могут отличаться. Ну, когда будем говорить... Мы к этому вернемся, когда будем рассматривать полиморфизм. То есть вот это как бы его основы. Полиморфизм, а о полиморфизме мы еще с вами будем говорить. Окей. Спрашивайте, что непонятно. Просто я вам много наговорил. По-любому кому-то что-то непонятно. Не, ну если мы хотим создать объект класса C, мы вызываем конструктор класса C. Но конструктор класса C в свою очередь вызовет конструктор класса B. Конструктор класса B не может вызвать конструктор класса C, он о нем ничего не знает. То есть родитель не знает о своих потомках. То есть я B, я не знаю, кто там от меня наследуется. А я C, я знаю, кто мой родитель. То есть потомок знает о своих родителях, а родитель о своих потомках не знает. Ну, потому что в классе B не написано, кто от него наследуется. А в классе C написано, кто его родитель. ну табличку просто посмотрите какие поля откуда доступны но мы это все проговаривали просто это собрано в одну табличку вызов конструктора суперкласса мы об этом с вами тоже говорили ну и базовые принципы наследования, вывод смотрите, наследование позволяет проектировать и повторно использовать код то есть мы используем код написанный в классе родителя формальное использование наследования просто ключевое слово extends указывает на родительский класс но необходимо помнить какие поля и методы доступны напрямую по имени, а какие нет в зависимости от модификаторов доступа использование ключевых слов this и super тоже в них нужно хорошо разобраться ну и давайте с вами еще попробуем метод override потом мы с вами об этом поговорили а метод переопределить так и не попытались смотрите, что для этого сделаем давайте в классе closing объявим метод public void wash постирать и здесь напишем, что, например, будет вывод close is clean close is clean теперь я здесь беру чуть-чуть вот так давайте сделаем а то непонятно будет а здесь я беру и говорю my red short wash постирайте мне мою рубашку смотрите, вызывается реализация из close is clean родительская почему? ну потому что у меня моей пока нету я говорю, давайте переопределим метод wash родительский можно писать руками можно сказать source override implement methods и отметить какой из родительских методов я хочу переопределить и нажать ok то есть override public void wash смотрите, что он мне написал super wash wash это super wash что это значит? это значит, что из своего метода я вызываю родительский то есть когда я в классе short переопределил метод wash теперь это значит что вызывая метод wash на объекте типа short будет вызываться мой метод но родительский метод никуда не пропал он остался и если мне нужно я могу написать такую логику которая будет его тоже использовать то есть изнутри класса short я могу пользоваться моим wash а могу пользоваться родительским wash но снаружи это уже невозможно то есть здесь я не могу сказать какой wash вызвать вызвать родительский или вызвать класса short нет но в классе short я могу сказать что мне нужен и родительский тоже если я сейчас вызову пожалуйста отработал родительский если я эту штуку закомментирую ничего не произойдет ну вывода никакого не будет я могу здесь написать например system.out.println short is clean да видите short is clean работает метод мой раскомментирую раскомментирую работают оба то есть есть возможность через супер обратиться к методу wash родителю родительский ну точнее что такое супер это ссылка на объект родительского класса если посмотреть вот сюда я говорю вызови я говорю обратись-ка вот сюда к объекту b и на нем вызови метод wash объекта b wash объекта b берется из класса b то есть zys указывает вот сюда вот сюда супер указывает вот сюда супер супер нельзя то есть вот сюда я уже из c не долезу из c я могу долезть только до своего родителя до его объекта через супер к объекту дедушки уже доступа нету супер супер нельзя ясно например ну что можно сказать я могу шорт из clean могу написать например хочу написать ее имя хочу name из clean my red short из clean я не могу здесь name написать как я уже говорил видите он говорит name это что это поле оно родительское скажет нет доступа the field closing name is not visible то есть к нейму напрямую я лезть не могу потому что приватное но могу полезть через публичные методы get name то есть всем родительским я пользуюсь напрямую как своим то есть я видите просто имя написал get name имя метода то же самое я бы и name мог написать если бы он был публичным просто как имя поля name но он приватный ясно понятно вот кстати вот супер еще один вариант как я уже сказал просто может не сильно акцентировал внимание супер хранит ссылку на объект родительского класса то есть супер хранится ссылка на объект клозинга который как в матрешку вложен в short объект ну вот она вот она наша схема вот это short это closing ясно и мы с вами переходим к классу object вопросы по наследованию давайте может у кого-то есть что непонятно просто это очень наследование это очень важно поэтому это надо себе хорошо представлять понятно пока всем ну и давайте поговорим о классе object что это такое это базовый класс который является корнем иерархии классов то есть любой java класс внутри содержит object в качестве супер класса то есть object это такой мега родитель для всех да прародитель он содержит методы которые наследуются всеми классами то есть у всех метода у всех классов есть методы класса object вот эти методы это такие методы как например метод clone создает и возвращает копию объекта метод finalize вызывается сборщиком мусора когда нет больше ссылок на объект а точнее перед тем как удалить объект сборщик мусора вызывает у него метод finalize то есть это метод который вызывается сборщиком мусора перед тем как объект будет удален его можно переопределить и что-то делать перед удалением объекта можно писать в консоль объект такой-то удалился как лох можно запретить удалить объект то есть сборщик мусора вызывает метод finalize потому что на объект больше нету ссылки а вы в методе говорите запиши ссылку на этот объект в поле все удалять нельзя но так делать не надо get класс возвращает класс во время выполнения то есть что это значит это мы получаем ссылку на объект класса в мета спейсе то есть вызов этот метод на каком-то объекте мы получим ссылку на класс из которого этот объект был создан ссылка которая лежит в мета спейсе то есть get класс вернет нам ссылку на вот этот вот объект то есть я например на вот этом объекте вызываю get класс мне вернется ссылка вот на вот этот объект я смогу с ним работать вот эти методы notify notify all wait это методы для работы с многопоточностью мы их с вами будем рассматривать уже на курсе программинга дальше есть методы еще equals hashcode и to string equals проверяет эквивалентность объектов мы с вами о нем уже начинали говорить hashcode возвращает hashcode для объекта hashcode это числовое представление объекта и to string возвращает сроковое представление объекта тоже с ним о нем с вами говорили ну давайте теперь чуть поподробнее вот этих трех методах метод to string определяет сроковое представление объекта ну в принципе мы с вами его уже рассматривать да если текущий класс не определяет метод to string то используется метод класса объекта поэтому во всех пользовательских классах метод to string рекомендуется переопределять явно чтобы этот метод возвращал вам какое-то конкретное строковое представление объекта а не hashcode переопределение метода to string при переопределении метода to string рекомендуется использовать аннотацию override ну и в принципе при любом переопределении методов рекомендуется использовать аннотацию override метод equals тут уже поинтереснее смотрите в классе object метод equals лишь проверяет равенство ссылок мы это с вами видели да то есть если equals применить к нашим пользовательским классам то два разных объекта с одинаковым состоянием дадут false разных я имею ввиду разные адреса потому что equals реализует функционал проверки равенства ссылок то есть реализация equals из объекта реализует функционал проверки равенства ссылок для некоторых классов с gdk таких как string integer метод equals уже переопределен и переопределен корректно то есть объекты класса string при помощи метода equals мы можем сравнивать и в этом случае будет посимвольное сравнение равенства объектов строк для пользовательских классов необходимо явно определять этот метод то есть если вы хотите объекты вашего класса сравнивать не по ссылке а по их состоянию по какой-то логике то есть вы говорите два стола равны если у них одинаковый цвет и одинаковая высота или два стола равны если у них одинаковый цвет и одинаковое количество царапин на поверхности то есть критерии вы сами будете выбирать то метод equals надо переопределять явно и эту логику в нем в него закладывать то есть как сравнивать два объекта по каким критериям ну из общего equals сравнивает текущий объект на котором он вызывается то есть объект this на котором его вызвали с переданным ему аргументом аргумент передается как тип object при переопределении метода equals необходимо соблюдать контракт этого метода о контракте поговорим ну в принципе переопределение любого метода надо соблюдать его контракт что значит контракт обычно у метода есть предназначение то есть что метод должен делать и какими характеристиками он должен обладать то есть даже если вы родительским метод то есть в дочернем методе переопределяете родительский то кардинально не должно меняться функциональная принадлежность метода то есть если у нас в closing метод wash стирал он в short тоже должен стирать он не должен кофе варить там понятно это будет неправильно то есть синтаксису все равно метод метод реализация есть есть вызвали отработал все поехали дальше но с точки зрения логики это плохо когда у вас у родителя он хвости забивает а у потомка он деревья пилит совсем разные два функционала вы можете сказать родительский функционал меня не устраивает там не учтены какие-то особенности моего потомка поэтому я в потомке его переопределяю эти особенности учитываю и он работает лучше и точнее все отлично но не так что там один функционал а у вас он вообще кардинально другой все по-другому название такое же но все по-другому так плохо при переопределении метода equals также рекомендуется переопределять метод хешкод класса object я бы сказал не просто рекомендуется а это очень желательно как правило переопределяем equals всегда надо переопределять хешкод ну и контракт метода equals контракт ну это как бы набор свойств функций которые он выполняет ну и давайте эти свойства рассмотрим то есть первое свойство это рефлексивность то есть для любого ненулевого x x должно возвращать true транзитивность для любого ненулевого x y z если x equals y и y equals z возвращает true то x equals z тоже должно возвращать true то есть равенство через третьего грубо говоря симметричность для любого ненулевого x и y y equals x должно вернуть true в том случае если y equals x возвращает тоже true то есть не важно что с чем сравнивать x y или y с x результат должен быть один и тот же целостность если x и y не меняются то любое количество их сравнений должно давать одно и то же значение результат не должен меняться если значение или состояние объектов менялось не менялось дальше для любого ненулевого x x equals null должно возвращать всегда false и вот свойства где всплывает наш хэшкод если x equals y true то x и y должны иметь одинаковые хэшкоды а вот обратное утверждение неверно то есть если объекты равны у них обязательно должны быть равны хэшкоды если хэшкоды равны объекты могут быть неравны почему так что такое хэшкод хэшкод это число которое получено в результате какого-то набора операций с полями объекта под операциями я понимаю умножение деление возведение в степень битовые сдвиги логические операторы то есть вы берете объект у объекта есть поля вы с этими полями делаете набор каких-то манипуляций и получаете число и говорите вот это число это числовое представление вот этого объекта если состояние объекта меняется число тоже меняется значение полей поменялись мы опять применили наш алгоритм линейный то есть алгоритмы должны быть линейными не так что один и тот же алгоритм для того и того же объекта может давать разные значения то есть он должен быть линейным каким-то значение значение объекта поменялось хэш-код поменялся опять поменялся опять поменялся если у нас объекты одинаковые самый простой набор операций это сложение ну арифметическая операция один вот у нас давайте так у нас объект у объекта есть два 1 и 3 да другой равный объект 1 и 3 считаем хэш-коды и там 4 и там 4 правильно теперь говорим объекты неравны 1 и 3 2 и 2 а хэш-коды равны поэтому говорят если хэш-коды равны то объекты в принципе не обязательно равны потому что нам вот этот набор математических операций может для неравных объектов дать один и тот же хэш-код а если объекты равны то и хэш-коды обязаны быть равны потому что для одних и тех же наборов значений применение одной и той же функции должно дать одно и то же число ясно это свойство когда вы будете работать с некоторыми видами коллекций там очень активно используются equals и хэш-коды особенно когда в названии класса присутствует слово хэш если вы видите класс в имени которого есть слово хэш то объекты с которым он работает обязательно должны реализовать equals и хэш-код если этого не будет они работать скорее всего будут неправильно если вообще будут работать работать будут но такое будет непредсказуемые результаты ну или предсказуемые но неожидаемые или нежелаемые а теперь как переопределять метод equals смотрите метод equals в качестве аргумента принимает экземпляр класса object в принципе не потому что метод equals настолько сложный и важный мы так его подробно рассматриваем то есть на его примере просто понимаем некоторые другие важные вещи то есть просто equals берем за основу для того чтобы разобраться как это в принципе все работает метод equals в качестве аргумента принимает экземпляр класса object что это значит это значит что этому методу в качестве аргумента можно дать вообще любой другой тип вообще что угодно можно ему дать на вход например у меня есть шорт рубашка у нее есть метод equals так вот вызывая этот метод equals я ему в качестве аргумента могу дать все что угодно я могу попытаться рубашку со слоном сравнить то есть там нету проверки типов то есть ну раньше у нас как с вами было вызываю метод и я ему должен дать конкретно какой-то тип вот только с этим типом он работает а если у нас в качестве аргумента object это значит что он работает с любым типом ему все равно то есть я могу вызвав на объекте short метод equals дать ему в качестве аргумента любую ссылочную переменную любого типа ну так сделали это значит что я могу мышу сравнить не знаю с табуреткой как их сравнивать ну сейчас поговорим но теоретически я могу вызвать метод и дать ему все что угодно и с точки зрения типизации все хорошо все правильно следовательно если я моему методу equals могу дать все что угодно то перед тем как выполнять саму процедуру сравнения нам надо предварительно выполнить две операции первая это проверка аргумента на соответствии типа то есть мы должны все-таки с вами посмотреть если я рубашку сравниваю с тем что пришло мне в качестве аргумента то наверное то что пришло надо сначала посмотреть а рубашка ли это и второе приведение типа аргумента для сравнения с текущим объектом то есть что это значит я когда методу equals даю какой-то аргумент какого-то типа то он встает объектом терять свой тип потому что аргумент типа объект какую аналогию можно провести вы пришли в комнату вам говорят сравни сравни там не знаю там телефон с тем что лежит в этой коробке вы же не знаете что там там объект черный ящик объект это черный ящик в нем может лежать все что угодно и вы не знаете что там и вы должны выполнить две операции первая это проверка сравнимая ли вещь там лежит заглянуть в коробку ну а там рубашка там телефон да наверное они сравнимы и вторая операция это приведение типа аргумента для сравнения с текущим объектом а теперь вы после проверки должны достать эту рубашку сделать как бы ее приведение типов распознать какого типа она непонятно ну еще легко как ну так вот то есть вы берете и говорите вот я вот коробка для сравнения я беру туда рубашку раз и положил все теперь это не рубашка теперь это объект ну это я знаю что я туда рубашку положил а все остальные не знают что туда положил это то что там лежит для всех это объект и я через два дня забыл что я туда ложил все я знаю что там объект но он по прежнему рубашка ну физически эта рубашка, но просто я не знаю что там у меня это объект если я захочу из этого объекта что-то достать а под достать я понимаю распознать что там лежит и использовать, то прежде чем использовать это, мне надо сделать как бы идентификацию этого объекта то есть я его должен достать и идентифицировать, и только после идентификации я смогу его использовать если я буду его использовать без идентификации, я могу получить ошибку То есть я положил туда рубашку, забыл, думаю, что я положил джинсы, достал и одел как джинсы. А это рубашка. То есть процесс приведения типов и идентификации я не выполнил и порвал рубашку. Как-то так. Таким образом нам надо выполнить две операции. И после того, как мы выполним эти две операции, нам уже нужно производить сравнение двух объектов по значениям полей. Как эти операции выполнять? Операция идентификации может быть выполнена при помощи оператора instanceOf. Оператор instanceOf проверяет, преднадлежит ли заданный слева объект типу указанному справа. И возвращает True или False в зависимости от результата проверки. Что здесь будет? Выведено. My Short instanceOf object. То есть я проверяю, является ли это объектом. True. Является ли это? Да. А вот это? А вот это? То есть везде будет True. Почему? Потому что рубашка является и объектом, и клоузингом, и шортом. То есть, грубо говоря, у нас есть объект. Что делает instanceOf? Он говорит, есть ли внутри этого объекта тип А. А есть А, тип Б, есть А, тип С, есть А, тип Д. Нету. Если вернуться к нашему эклипсу. В АПП, я могу сделать так. Я могу написать А. А равно NewB. А теперь попытаться проверить System.out.println. А. InstanceOf. А. InstanceOf. B. InstanceOf. С. Где что будет? True, 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 false. Почему? В А хранится ссылка на объект Б. Б является А. Почему? Потому что Б наследуется от А. Внутри объекта Б есть объект А. InstanceOf.b. Ну, понятно, объект Б есть в объектах типа Б. А вот Б не есть С. В объекте Б нету объекта С. Поэтому Б не является С. Поэтому здесь false. Вот этот InstanceOf проверяется. Является ли вот эта штука типом, указанным справа. Я здесь А написал. Я могу Object написать. Так даже, наверное, нагляднее. Ну, смысл тот же. Просто как бы более... У нас А вообще нигде не фигурирует. У нас Object ее А, Б, С. Ну, и как мы с вами сказали. True, true, false. Потому что этот Object хранит объект Б. Б это А. Б это Б. Но Б это не С. Ясно? После того, как мы сделали с вами проверку. У нас Об, вот это Об, это по-прежнему Объект. Правильно? Ну и что, что он хранит ссылку на Объект Б? Этого никто не знает. Я ставлю точку, он говорит. Тебе доступно только то, что есть у Объекта. Почему? Потому что ссылка типа Объекта. У ссылочной переменной типа Объекта доступно только то, что есть у Объекта. Точка. А на что он ссылается, да не важно. Он сегодня ссылается на Б, завтра на С, а послезавтра на С, а послезавтра на С, будет ссылаться. Откуда мы знаем, на что он ссылается? Он точно ссылается на Объект. Поэтому там есть точно те методы, которые есть в Объекте. Но нам этого недостаточно. Мы хотим как бы конкретизировать задачу. Нам не Объект нужен, нам нужен Б. Так вот, чтобы из этого Объекта получить Б, нужно выполнять операции приведений типов. И операции приведения типов, в принципе, разделены на два типа. Ну и выделяются два вида приведения или преобразования типов. На английском кастинге это up-кастинг и down-кастинг. Приведение типа up-кастинг это так называемое восходящее приведение. Это приведение от типа порожденного класса, то есть от подкласса к базовому, к суперклассу. То есть мы с вами делаем приведение вверх по иерархии наследования, от дочернего к родительскому. Такое преобразование допустимо всегда и зачастую выполняется вообще автоматически. Например, short можно привести к closing, closing к object. Такое приведение типов допустимо всегда. Что я здесь и сделал. Вот пример этого приведения. Я в object сохраняю b. Я как бы b привел к object. Нисходящее преобразование или down-кастинг это преобразование от суперкласса к подклассу. Такое преобразование имеет ряд ограничений. То есть образование вниз движется от родителя к потомку. Может задаваться только явно при помощи операции приведения типов, то есть нужны круглые скобки. Помните, когда мы int к байту приводили? Тоже писали круглые скобки. И при преобразовании должен использоваться соответствующий тип, иначе возникнет исключение class cast exception. Что это значит, сейчас объясню. Давайте разбираться на примерах. Восходящее приведение от потомка к родителю. Я пишу short my short равно new short. Никакого приведения нет. Объявил ссылочную переменную типа short, проинициализировал объектом типа short. Потом говорю closing my closing равно my short. А вот здесь уже есть приведение типов. Я объект типа short привожу к closing. А вот short привожу к object. Что вообще такое приведение с точки зрения ссылочных типов данных? Это условность. Ничего не происходит. Почему ничего не происходит? У нас с вами есть две сущности, грубо говоря. У нас есть объект и у нас есть ссылка. Когда я объявил ссылочную переменную типа... Ну, даже не ссылка, а ссылочная переменная. То есть, когда я объявил ссылочную переменную, я дал ей тип. После объявления ссылочной переменной ее тип поменять нельзя. Если я объявил ссылочную переменную типа closing, она всегда типа closing. Все, ее нельзя поменять. Никак. То есть, my close всегда будет типа closing. Тип поменять нельзя. После создания объекта, тип объекта поменять нельзя. То есть если я создал шорт, он в памяти будет шортом. То есть у меня вот такой кусок памяти, я его поменять не могу. Я не могу туда доточить кусок, обрезать кусок. Все, что я могу с ним делать, менять состояние его полей. Ссылки, ну, менять значение. Структуру объекта поменять невозможно. Соответственно, если мы говорим, вот эта часть константа, вот эта часть константа. С точки зрения типов. Что же тогда такое приведение типов? Это условность. Мы говорим, ссылочная переменная closing и инициализируем объектом типа short. Что значит приведение? Давайте забудем фактически тип объекта и будем думать, что он типа closing. Вот же такое приведение. То есть мы забываем фактически тип объекта. И думаем, что теперь он типа closing. Все. Но он остался шортом. Просто мы забыли. Ну, это как вы берете, у вас есть корзина для белья. Вы берете рубашку. Рубашка. Кидаете в корзину для белья. И теперь думаете, что это белье. Рубашка же не перестала быть рубашкой. Нет. Но вы думаете, что это корзина с бельем. И вы с рубашкой, к рубашке относитесь как к белью. Потом вы достали рубашку из корзины, посмотрели на нее. О, это ж рубашка. Вы сделали обратную процедуру. Вы ее распознали и вернули рубашку к ее конечному типу. Вот в жизни происходит приведение типов очень часто. Берете вилку. Это вилка. Начинаете ей сосиску пополам разрезать. Становится ножом. Грубо говоря. Понятно? То же самое и здесь. Ну, как с рубашкой. Условно. Взяли рубашку, кинули в корзину для белья. Стало бельем. Это ж условность. Условность. Достали белье какое-то. Посмотрели. О, рубашка. Сделали обратное приведение типов. Но проблема в чем? Берем рубашку. Кидаем ее в корзину для белья. С ней может что-то произойти плохого? Там и останется. Просто смотрите. Когда вы делаете восходящее приведение. То есть вы рубашку приводите к ее родительскому типу. К белью. И туда бросили. Она стала бельем. То есть, ну, она и так была бельем. В принципе, ничего плохого здесь быть не может. А преобразование прошло автоматически без вашего участия. Вы ее постирали, все ваше белье. Но у вас же там не только были рубашки. У вас там было все подряд. И когда вы достаете какое-то белье из корзинки, уже высохшего, да. Вы обязательно должны делать ее идентификацию. Если вы просто достали. А, буду считать, что это рубашка. И с закрытыми глазами джинсы одели как рубашку. То есть, вот ошибка. Ошибка приведения типа. Вы белье привели к рубашке, а это были джинсы. То есть, если восходящее приведение ошибиться невозможно, то нисходящее возможно. То есть, у белья есть много потомков. И вы можете сделать приведение не к тому, каким был объект. То есть, у вас был объект, а вы его привели к джинсам. Или были джинсы, а вы его привели к рубашке. Вот, то же самое с программированием. Нисходящее приведение от родителя к потомку. Прежде чем производить нисходящее приведение, надо сделать восходящее. То есть, мы говорим short, my short. Говорю, окей. Теперь в object пишу my short. Short привожу к object. А теперь обратно. Говорю, вот мой another short. Я его инициализирую объектом. Но прежде я объект возвращаю к типу short. То есть, распознаю, делаю обратную процедуру. Делаю нисходящее приведение типов. Самое печальное, что компилятор вот здесь вас не проверяет. Приводите что угодно к чему угодно. Но если это потом не получится сделать, будет ошибка выполнения, не компиляции. Он скомпилирует. Но вы запустите, и оно упадет, когда он не сможет сделать это приведение. Конечно. Мы теряем область видимости. Обратно возвращаем. Ну, а сейчас я об этом скажу. То есть, принцип тот же. Берем рубашку, в корзину кинули, все. Теперь это белье. У белья есть пуговицы, не факт. То есть, рубашки они тоже пропали. То есть, ну что значит? Это значит, что, чтобы вы из этой корзины не достали, будет бельем. И не факт, что у него будут пуговицы. Значит, у белья нету пуговиц. То есть, нельзя оперировать свойством пуговицы, потому что, в принципе, у белья нету. Поэтому, если вы там что-нибудь достанете, ну, там не обязательно будет рубашка, не обязательно там будут пуговицы. То есть, пуговицы, все. Пуговицы пропали. Достали. Говорите. Достал рубашку. Вы достатое белье сделали в нисходящее приведение, когда сказали, что это рубашка. Попытались одеть джинсы. Поломалось. Не получилось. Exception. То же самое и тут. То есть, никто вас не контролирует, что вы достали джинсы и сказали, что это рубашка. Ваши трудности. Попытались одеть, не получилось. Но если получилось, то тоже ваши трудности. В рубашки, как в джинсах, тяжело ходить. Понятно логика. То есть, вот так оно работает. Ну и, соответственно, область видимости. Да, если мы говорим, что вот эта рубашка теперь белье, то все функции рубашки нам недоступны. Все методы, все поля нам только доступны, только то, что есть у белья теперь. Ну что, мы же забыли тип. Мы теперь думаем, что это не рубашка, а белье. Ну и можно сказать, что область видимости методов и полей определяется типом ссылочной переменной. То есть, какого типа ссылка, тот набор методов и полей нам доступен. А вот реализация методов берется по типу объекта. В жизни то же самое. Взяли рубашку, рубашка, рубашка, кинули в стиральную машинку, стало бельем. Нажали стирать, а постиралась как рубашка. Если вы взяли белую простынь, тоже белье. И взяли синюю рубашку, тоже белье. Правильно? Вкинули их вместе и постирали. Каждая вещь постиралась по-своему. Хотя стиралась вроде как белье. Рубашка полиняла. Наволочка покрасилась. То есть, стирались они, каждая по-своему, но как белье. Принципы то те же. То есть, берем массив, накидываем туда штанов, носков, всего дальше. Вызываем на них метод wash. Каждая стирается по своему переопределенному методу. Ну, об этом еще мы будем разговаривать. К вам вопрос. Что скомпилируется, что нет и где какая будет ошибка, если будет. Ну, вот это сработает или нет? Первое. Будет ошибка или нет? Тут обычное восходящее приведение типа. В object можно сохранить все что угодно. Поэтому, что здесь, вообще не важно. Я могу написать object-to равно 2. Даже так. Хотя 2 это int-овое значение. Почему? Int завернется в integer и в object ляжет integer. Даже так можно писать. То есть, в object вообще можно все что угодно положить. Без разницы. Можно даже не смотреть, что здесь. А вот это. var0a, var1b, a родитель b. Правильно? Да. Ссылочная переменная типа a может хранить объект типа b. Не вопрос. А вот это? А почему? Они из разных иерархий наследования. То есть, var3. Это d. У d объект. У d потом родитель a. var2. Это c. У c. b. У b. А. Но они не в одной иерархии. То есть, одна иерархия это когда одна веточка. А у нас это две веточки, которые просто потом сошлись вместе. То есть, иерархия наследования это одна прямая. То есть, как бы, мои братья это не мои родственники в Java. Понятно? То есть, мы из разных иерархий. Ну, потому что у всех у них общий object. Тогда можно сказать, что они все в одной иерархии. У всех объектов один общий. То есть, у всех классов один общий родитель. Object. Но они все из разных иерархий. Но объект у них... Ну, а родитель у них все равно один. А вот это. Вот. var2, var3. Скомпилируется или нет? А будет ошибка при запуске или нет? Ну, оно и не скомпилируется. И ошибка при запуске будет. Почему? Они из разных иерархий. То есть, компилятор проверяет вас. А делаете ли вы допустимые присваивания? То есть, я не могу сказать, что integer равно short. Ну, это примерно то же самое. Они из разных иерархий и наследования. Что третье, что четвертое. Просто местами переставлено. Но от этого они в одной, в разных иерархии не перестали быть. Вот это сработает? Да, а вот это? Нет. Почему? Ну. Мы сказали, что нисходящее приведение типов должно быть явно указано. Здесь круглых скобок нет. А это? А это сработает. Ну, что-нибудь вам показать. Смотрите. Как раз еще у нас 4 минуты. Я могу сказать, например, смотрите. АА равно new B. Все нормально. Потом говорю. BB равно А. Видите, ругается. Почему? Ссылочную переменную дочернего типа нельзя сохранять объекта родительского. Почему? Ну, нам полей может не быть таких просто. То есть, если я говорю B, значит, там доступны все методы B, все поля B. А у А их просто в принципе может некоторых не быть. Нам как бы это, ну, глупо. Подожди. Как ты объект А пишешь в B? У объекта А полей меньше, чем у объекта, чем должно быть. Поэтому синтаксис. Он не смотрит, что А ссылается на Б. Он говорит, это А. Какая разница, на что она ссылается? Сегодня на Б, завтра на С, а послезавтра на А. Поэтому так делать нельзя. Но если я делаю нисходящее приведение явно, он говорит, ну, ладно, раз ты уверен, что там B, пожалуйста. А я могу сделать вот так. И C, C и привести это к C. Ну, C было видно. C1. Ну, хочешь, делай. Как вы думаете, что будет? М? Вот это отработает? Ну, да. А вот это? А это сломается. Вот. Classed CastException. Не могу B привести к... Ну, там дальше будет к C. Вот. Не могу B, у нас объект тип HB, привести к типу C. Она поломалась. Как от этого защититься? По-дурному. Как от этого защититься? Инстанцовом. То есть, желательно. Перед любым нисходящим приведением, чтобы перестраховаться. Взять вот так. If А Instance of B А здесь написать... Что ему на B не понравилось? Ладно, сейчас посмотрим. А здесь написать... If А Instance of C А, да. Так, подождите. Не обязательно. b can not be resolved to a variable. б can not be resolved to a variable. То, что-то с объявлением типов. ну вот так вот этого он от меня хочет bb здесь просто не-не-не сам ему не нравится ладно давайте так попробуем а instance of b странно он все ведет теперь он говорит что b is not used ну и что сохранил пропали пропали эти одна операция наше присваивание идет короче все ему не нравится ну вот так вот так работает может он считает просто глупым объявлять переменную внутри ifo он потом все равно пропадет святая одна инструкция ну типа нет код блока ну ладно ну вот видите то есть вот так вот проверка то есть теперь оно не поломается отработало то есть перед тем как выполнять нисходящее проведение я проверяю а действительно ли то что я привожу является того типа к которому я делаю приведение тем самым я защищаю себя от класс каст эксепшен а это вопросы он не говорит он не может он говорит я могу но если я ошибился то у меня приложение поломается во время выполнения а так мы сюда не входим условия не выполняется вот эта команда не выполняется то есть не правильную не корректная инструкция не выполнится следовательно не будет ошибки то есть в этом логика то есть это же условия то есть выполнять это или нет если вот это выражение false значит выполнение вот этой операции будет эксепшеном соответственно я как бы себя обезопасиваю понятно вопросы есть конечно а господи мы уже забыла метод о том что мы о методе equals разговаривали теперь реализация метода equals смотрите блин а equals реализация метода equals упрощенный ее вариант equals получаем объект инстансовом проверяем что это о типа объект является в данный момент действительно short 1 то есть то что в о хранится ссылка на объект который является short 1 если это true заходим внутрь if о приводим к short 1 и получаем доступ ко всем его полям просто без нисходящего приведения я доступ к полям просто не получу делаю нисходящее приведение получаю значение колор кода и сравниваю с тем колор кодом того объекта на котором я вызвал этот метод ну и уже тут true false в зависимости от того как это было теперь как это делать тут ну единственное покажу что смотрите вот мой об я смотрю вот только те методы которые есть у объекта привожу это к b скобки поставить привожу к b получаю доступ к тем полям и методам которые были у типа b понятно теперь как делать как реализовать equals давайте на шорте посмотрим очень просто идем в source говорим generate hash code and equals но тут не задача он видит только поле size и поле name и поле price уже не учитываются нажимаю ok ok уже не учитываются видите то есть здесь сравнение идет только по size но как это можно побойти удаляем идем в closing реализуем это в closing ресурс generate equals и хэш код name price ок получаем логику реализации для closing а теперь идем в short говорим source generate equals и хэш код хэш код не стер source generate equals и хэш код size сейчас подождите должен быть this видите что он делает if super equals object то есть он вот этого раньше не было то есть он прежде чем начинать проверять по полям он говорит а давайте-ка мы возьмем объект closing суп через супер и сравним его с этим объектом то есть мы вызываем вот этот мы вызываем вот этот equals сюда даем тот объект который пришел нашему шорту сравниваем если здесь получаем true продолжаем работать здесь тем самым мы учитываем и name и price они вот так вот цепочкой друг друга вызовут то есть получается какая логика например ко мне пришел тоже объект типа c я говорю давайте один объект c сравним с другим объектом c ну не давайте вот шорты разговаривали и разговаривали то есть у нас вот тут второй объект типа short вот с такой же структурой я сравниваю два шорта он говорит прежде чем сравнивать шорты давайте вызовем equals у родителей вызывается equals у родителей и родительские начинают сравнивать вот эти свои части сравнили говорит наши родительские куски в твоем объекте равны сравнивай свои теперь оставшиеся поля ну как мы цепочкой вот так вот ну типа того да если их если родительские части не совпали а чё там дальше сравнивать тоже дальше уже смысла нету понятная схема реализацию в принципе он нормальную предлагает то есть что он делает он говорит что this равен object то есть вот этом opt что пришло сравнивает ссылки если ссылки равны чего его сравнивать по состоянию одинаково один и тот же объект возвращаем true супер равен equals сравниваем родительские части говорим если это два объекта разных классов уже не равны потом делаем приведение типов и уже сравниваем непосредственно значение полей сначала сравниваем более такие общие понятия потом уже начинаем сравнивать непосредственно по значению полей нормальная реализация можно подправить но это как бы реализацию которая рекомендует вам идея не устраивает пишите сами или править это что она вам дала хэш-код просто какие-то коэффициенты на что-то перемножаются но опять же реализация по реализация от eclipse а для расчета хэш-кода хэш функций в принципе много работать можно с ними по-разному считают тоже по-разному понятно вопросы есть хорошо вопросы дистанционно не слышно должны быть но вообще раньше слышал дистанционные вопросы все здание странно домашние задания сегодня пришлю сейчас посмотрим что-то я не слышу дистанционные вопросы до свидания так запись вот эту остановлю